У меня тут новости пришли, у меня тут сынок в Росгвардию собрался, пытался его отговорить, вразумляя, ну, на мой взгляд, это ошибочное действие и так далее, вот, что вы, может, подскажете, или, в принципе, нормально, пусть идёт? Я не до конца понял, что было между вами? Да ничего не было, смысл в том, что вот семья-то распалась, они уехали в Благовещенск, он там маялся, я думал, он учиться будет, а он пытается всё, извиняюсь, на лёгких деньгах, на торговле, да так, и вот сейчас сообщил мне, что собираются приехать к нам назад в город или в Росгвардию устроиться. Я ему объяснил, что это силовая структура, которая будет, ну, бить людей натуральным образом и так далее, но он как-то буксует, ну, в смысле, не понимает меня. То есть он хочет, как я понял, контрактником быть? Нет, смысл в том, что росгвардейцы, это как полиция, только с определёнными полномочиями, вплоть до убийства людей. Ну, а он верующий? Ну, как, получается, его крестили в младенчестве, но поливанием, вот в чём дело. Нет, ну, сейчас он живёт, Евангелие считает, Христос вошёл в его жизнь или мимо прошёл? Так вот, скорее всего, мимо прошёл, потому что... Ну, всё, тогда вы не вмешивайтесь, только сказать можете, отойдите от него. Пускай он сам решает, чтобы он вас не обвинял. Не надо, совет вы можете дать, но на этом и всё. Ну, я это и сделал. Всё, благодарю. Аллилуйя, береги свою душу. Благодарю. Всё. Помогаю вам Богу. Слава Христу. Никого больше нет? С мир вам, Игнария Тихоновича. Да, с миром. Тихон. Можете объяснить моей дочке, что шапку носить плохо, надо платок девочке носить. Я не могу этого сказать. Может, ей теплее, кажется, в шапке. Пусть она платок сверху шапки подвязывает. Раньше книги не так ходили. Шапка шапке разница. Есть такая, что можно надеть её, как из фитера какой-то, такое, я не знаю, вязаная. Но сверху платок пусть наденет, чтобы не продувало. Дело-то не в шапке, дело в мужской одежде. Это мерзость перед Богом. Мужчина, когда платком подвязывается. Забота ваша обоснована и правильная. Ну, ей подскажите, скажи, сверху надевай платок. А это у тебя просто будет, как первый платок. Он, как у нас сёстры. Видите, как? Да и сама так и гляжу, вроде так. Вот я гляжу, Валентина, Ольга. Они у нас были здесь, знают. Я тут не пойму, кто ещё есть. Это старинная форма одеяния. Мы ничего не придумывали. Ну, а где холодно было, там. Вы сказать скажите, но не наставите. Но это скажи, чтобы тебе видно было, что ты женщина. Да, благодарю. Да, аккуратно так подойдите, чтобы она не оттолкнула вас. Всё, отхожу. Можно вопрос задать? Ну, давай. Я вот хотела всё спросить, никак не успеваю. Потому что работаю и пока открою Библию, и вот прекращается связь, ещё зависает. Я вот почитаю Евангелие от Матвея. И в 14 главе, 19 стих, вот у меня вопрос такой вот. Здесь описывается, что Иисус берёт, что Иисус берёт пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, и дальше идёт цитата. Здесь говорится о том, что Иисус берёт пять хлебов и две рыбы. В 15 главе, говорится о том, что в 36 стихе, и взяв семь хлебов и рыбы, идёт уже семь хлебов. Здесь почему так, у меня вот, как бы вопрос, почему идёт вот увеличение? Это связано с тем, что кто верует в Господа и безграничено чудо Господа, или имеется в виду уже здесь хлебов больше, потому что верующих за Господом больше пошло, за Иисусом больше пошло? Мы не знаем этого. Нужно принимать как есть. До этого никогда туда не докапываться, как говорят. Это ничего не даст. Два раза было. Накормил, что ещё надо? Остатки были. Ешьте, идите домой, служите по-божески. Вот ответ его. А так, говорит, что это, какая причина, мы не знаем. Иногда одному он даёт такое, что никому не даёт. Какие? Столько пострадал, а потом всё достояние увеличил вдвое. Это Господь делает так. Надо научиться жить скромно. Спаси Христос. Да. Спаси Христос, Игорь Тихонович. Слава Иисусу Христосу. У меня почему этот вопрос возник? Я сама, когда читала, скажу правду, что я не обратила внимания, что в следующей главе там идёт больше хлебов. И в разговоре с одной сестрой было иной, как бы процитировала, что взяв пять хлебов и две рыбины, а рыбы, а она говорит, семь хлебов. Я говорю, нет, вроде пять. Ответите, что ли? Я об этом начала смотреть. Вот у меня, Наталья, никогда такие вопросы не возникали. Я это считал уже много раз. Было это и было. Наялись, ушли, благодаря Богу, всё. А сравнивать, когда больше, когда меньше, это ничего не даёт. Это совершенно не нам заниматься этим. Игорь Тихонович, простите, Наталья, вы, наверное, подумали, что это чудо было один раз. Чудо же было два раза. Нет, нет, нет. Нет, я даже не обратила внимания. Мне сестра одна говорит, я говорю, что пять хлебов, вот как бы Господь накормит всех нуждающих, кто пойдёт за ним. Она говорит, не пять, а семь. Она меня вроде как поправила. А я думаю, пришла домой, начала смотреть, и правда. В одной главе пять, в другой семь. Ну, думаю, может быть, я что-то не знаю. Ну, поэтому я спрашиваю. И я думаю, может быть, действительно связано с тем, что безграничное чудо у Господа, и Он всем даёт свой хлеб, который мы принимаем до святого, безграничен для всех. И вот кто идёт за ним, вот мы, веру, нас должно быть всё больше и больше. Ну, так я вот подумала, а потом, после этого разговора. Так, я отошёл. А так, конечно... Спасибо. Спасибо. Спасибо.